привет всем с вами я во ватишевский и сейчас я расскажу вам о фитнес трекере который я купил в китае в описании я оставлю ссылку обязательно не переживайте я его распаковывал на своей онлайн трансляции поэтому анбоксинга отдельного видео не будет в описании я добавлять не буду сразу хочу сказать что этот фитнес трекер самый лучший из всех фитнес трекеров который когда-либо я встречал вот с этого мы и начнем обзор в этом видео я расскажу вам и плюсы и минусы но однозначно хочу сказать что это самая рекомендованная вещь которую я когда-либо предлагал из фитнес трекеров своим подписчикам это реально очень крутая штука вообще что из себя представляет этот фитнес трекер вообще как он называется как вы видите тут вот написано light с этой стороны ничего здесь тут нарисовано 37 градусов вообще что из себя он вообще представляет давайте подробней сейчас я расскажу на алиэкспрессе его называют smart asian там life 37 градусов что-то типа такого это браслет фитнес который имеет кроме датчика пульса то есть не только пульсометр но еще и дополнительно имеет измерение артериального давления о котором я тоже дополнительно покажу коробка простая давайте мы они не будем уже больше ничего говорить просто я ее уберу теперь в комплекте идет вот такой юсб шнурок и также в комплекте идут две вот такие плюшечки которые одеваются на браслет для того чтобы ставить его на зарядку сейчас мы проверим все видите одевается и получается так что в этой части он заряжается если вдруг вы потеряете то есть 2 на запас поэтому положите ее в какие-то архивные может быть есть сейф или какие-то архивные вот вещи чтобы то там вы смогли его потом забрать также я заказал версию с тремя браслетиками как по мне я лично считаю что это правильное решение во первых вы можете использовать эту ну как выборы различные ремешки для того чтобы под стиль одежды себе одевать если это будет девушка к примеру то есть голубые тона красные тона черные тона более универсальные да был бы белый браслет вообще было бы шикарно но в принципе это тоже пойдет так вот смотрите здесь есть такая клипса на 2 единицы чем это лучше пример чем на одну единицу в том же самом сяоми ми бэнд идет на одну единицу это неудобно он или расстегивается или туго за ну как бы очень очень неудобно застегивается здесь это реализовано более удобно и соответственно застегивается и выглядит очень очень стильно очень красиво и очень дорого тоже лазерная гравировка и сразу хочу сказать о том что браслет на порядок качественнее нежели в сяоми ми бэнд это означает что он будет работать дольше хотя никто не но вот эти вот разрывы не убирал то есть в ми бэнде это вот как раз самое больное место ну принципе больное место там есть еще язычок тут но тут этого язычка нету за счет того что здесь идет у нас два ну как бы две затычки как-то так теперь еще одну супер важную актуальную особенность я сейчас покажу вам это то что браслет одевается не через верх а через низ соответственно выпасть этому браслету будет намного сложнее и он видите как легко оделся то есть в отличие от мебенда соответственно сюда вот в эту частью он не выпадает туда наперед то есть его можно достать только назад а соответственно назад вы не сможете как бы снять вот потому что у вас будет на руке этот браслет все это вот очень важный нюанс почему я потерял свой ми бэнд браслет и перестал его носить потому что ну потерял его вот так вот то есть ну что он выпал в переднюю часть и это конечно очень очень печально далее кстати я хочу показать вам ну к примеру на черном будет смотреться тоже определенный как бы такой стиль так смотрите на черном тоже смотрится ну вообще шикарно очень стильно очень строго очень очень круто но к функционалу сейчас мы перейдем на передней части находится такая обычная поверхность с определенным рельефом и в нижней части вы можете заметить здесь вот это единственная кнопочка также хочу отметить то что этот фитнес браслет не является примеру браслетом уведомлений он не присылает уведомлений у него нет вибро то есть примеру будильника тоже как бы как такого я на нем не нашел поэтому ну могу сказать что о смотрите как туговато снимается даже вниз вот ну здесь я уже просто одевал снимал несколько раз да поэтому видите намного легче и тем более черный такой более очень очень классные браслеты очень супер вот эти вот ремешки шикарно так это все нам не уже не имеет значения теперь давайте будем функционал и особенность его рассматривать кстати давайте мы еще на обратной стороне посмотрим вот в этой нижней части что из себя представляет этот фитнес браслет чтобы вам было видно я сейчас вот так отлично видно смотрите это вот коннектор и здесь у нас измерение пульса и измерение давления вот так вот очень очень круто об этом я тоже дополнительно расскажу так сейчас мы запускаем приложение она качается через там по моему есть qr код поэтому качается приложение непосредственно через qr код вот называется браслет 37 градусов смотрите получается так что он имеет русскоязычное меню во первых то есть приложение это удобно также браслет имеет целый ряд как бы функциональных особенностей если мы примеру перейдем самое самое начало там где-то вот вот приглашаем воспользоваться как носить то есть при этом рекомендуется на левой руке чуть выше запястья для более точных измерений обеспечить полный контакт нижней части браслета с кожей мне приходилось носить его достаточно плотно и вот вы видите у меня даже есть немножечко осталось следы вот хотя я уже часа полтора два назад снял этот браслет далее вот какие у него функции есть это у нас давайте сейчас поближе покажу потому что так будет более нагляднее heart rate это пульс вот муд настроение потом в рейс уровень я так понимаю то ли кислорода то ли там дальше есть шагомер измерение артериального давления а вот настроение и усталость вот там есть и настроение и усталость вот как то так он меряет и здесь есть можно еще также вручную сделать какие-то измерения но об этом я тоже сейчас покажу по приложению смотрите амбулаторное реальное давление настроение ура видите а и на самом деле уравновешенный вот вы уравновешены душевное спокойствие и удовлетворение умственное спокойствие дает вам красивую счастливую жизнь вот так вот далее амбулаторное реальное давление 111 79 потом чуть позже сто двадцать четыре на восемьдесят три вот сто три четыре на семьдесят семь ну кстати я смогу сказать так что скорее всего здесь в данном случае а он мог или не напрямую прилегать или же в этот момент я проявлял какую-то активность а вы знаете что при измерении пульса и давление необходимо там не разговаривать не шевелиться то есть все это должно быть максимально сделано ну в какой-то ритм но в принципе вы тоже понятно давление меряйте там ну в спокойном режиме то есть но вы то находитесь постоянно движение то есть и он как бы в режиме real time это все делает каждый час он измеряет кровяное давление далее она это было давние 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 вот смотрите сейчас я все вернул вот тренировка сегодня 542 шага каждый час можно смотреть сколько шагов я прошел какая дистанция сколько калорий сожжено и скрипью можно синхронизации на какие это китайский сервис он вряд ли вам будет интересен вот тут пульс удары видите то есть он меряет 69 ударов был 91 83 так далее то есть очень очень круто то есть все выглядит приложение кстати не материал дизайн но выглядит стильно красиво постоянно есть какие-то советы кстати тут было такое вот ха тут я вылезла в каком-то было но из пунктов когда-то было просто без е то есть умер то есть состояние там ура состояние умер сейчас мы посмотрим ура умеренная ура умеренная может быть тут где-то шрифты просто а вот видите умер усталость состояние умер до смешно также смотрите теперь мы можем вручную то есть ну как бы он каждый час сам меряет соответственно как бы это хорошо но не совсем нам нужно и то есть нам нужно при конкретное время в конкретное там месте померить кровяное давление там или тент дыхания или частота пульса частности кровяное давление мы нажимаем вот и сейчас происходит начнется замер кровяного давления видите загораются специальные лампочки белые и происходит процесс замера то есть иногда бывает так что я процесс замера делаю вот в этом диапазоне то есть сейчас я постараюсь чтобы и смартфон был виден вам и но я не уверен что она замерит сейчас ну вообще 30 секунд то есть как бы ближе сюда к артерии я иногда так пробовал мне кажется что будет более точное замерение смотрите вот видите амбулаторность 121 на 74 вот так вот показала также что касается пульса то у нас пульсом тоже вот частота пульса и здесь тоже загораются лампочки а когда измеряет он усталость и все остальное то тогда она комбинированно используется все частности видите зеленые как и во всех во всех гаджетах устройствах используются зеленые что ну понятно крайне понятно и ясно теперь давайте о некоторых плюсах и минусах данной а вот видите ошибка изменения то что пульс не нашел вот логично до браслет дороже чем mi band но значительно дешевле к примеру чем аналоги от фидбит джабоны и так далее там в 5-6 раз дешевле то есть соответственно получается так что этот ну как бы можно сказать аппарат он будет интересен тем людям которые хотят хороший функционал но как бы даже с уклоном на именно здоровье потому что если мы говорим о других браслетах пример тот же самый mi band да он кроме шагов уведомлений и сна особо как бы ничего не меряет здесь он и пульс и артериальное давление и настроение и усталость то есть как бы больше такое ориентированное именно формат health то есть не сколько фитнес а сколько health направление но к примеру сразу же имеет некоторые ограничения в частности отсутствие уведомлений в частности к примеру в ми бенде есть там три лампочки которые показывают прогресс или же в других браслетах есть экранчики вот так но опять же я же повторюсь то есть здесь у нас идет именно формат больше именно на хеллс то есть на здоровье нежели более на фитнес направление вот поэтому если вы как бы интересуетесь именно форматом здоровье то этот браслет будет более интересен хотя шаги он тоже меряет да хотелось бы к примеру уведомления до хотелось бы чтобы здесь были те же самые будильники там и так далее то есть вот эти вот вещи которых может быть не хватает но поверьте лично для меня особого как бы напряга не было то есть мне важно к примеру мое там здоровье вот мой пульс мое давление темп дыхания настроение там сон плюс подбирает недельные отчеты плюс подбирает ежемесячные отчеты то есть ну очень удобно плюс русскоязычное приложение и так далее вот также хочу отметить из плюсов то что как бы мне понравилось в этом браслете то что он хорошо и удобно сидит на руке то есть это тоже как бы определенный плюс но тут как бы вытекает один минус это время его автономной работы потому что работает он не так как пример тот же самый mi band лично мне хватает этого браслета на 3-4 дня то есть ну где-то 3-4 дня и его нужно заряжать с чем это связано это связано с тем что здесь есть пульсометр и здесь есть также ну как бы другие датчики то есть и соответственно она ну можно сказать так садит батарею и с одной стороны как бы это не очень-то хорошо в общем то вот такое мое мнение такой мой отзыв о использовании я уже больше недели можно сказать этим браслетом походил и могу сказать так что хотелось бы чтобы прям был весь спектр функционала но за такие деньги то есть за цену которую предлагает производитель это вполне себе логичное решение вот жду от этого производителя новых прикольных браслетов улучшений может быть появится у него к примеру такой же браслет но к примеру с экранчиком хотя бы чтобы время и дату показывал и было бы здорово чтобы были уведомления и будильник то есть вот эти вот вещи которых не хватает может быть но опять же все зависит от людей и вот их потребностей то есть я не могу говорить за всех я говорю непосредственно за себя и за свой отзыв вот такая вот пульс серия 37 лай по моему 37 такой вот фитнес даже не фитнес а браслет следящий за вашим здоровьем мой отзыв надеюсь он был вам полезен и интересен я в интернете обзоров на эту штуку не видел вот кстати призываю всех видео блогера купить себе такую штуку затестить и сделать свой реальный отзыв этим самым вы поможете производителю этого браслета сделать более качественный софт тем что больше купят людей то есть соответственно как бы ну появится знаете как такой формат краудфандинга то есть вы сможете помочь производителю развиваться а вот производитель реально выбрал очень хорошее правильное направление все друзья спасибо вам большое за то что были со мной с вами был я вот и шевский ставьте лайк подписывайтесь на канал смотрите другие интересные видео всем пока до скорых встреч в новых видео а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter